ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ Ну а в данном видео, ребят, мы прокрутим с вами рулеточку на высшие хищники. Не думаю, что буду крутить данную рулетку до конца, но у меня для этого есть отдельные причины. А вот если эти причины у вас, вам необходимо самостоятельно подумать. Давайте для начала обсудим главную награду. Главная награда сертификат высшие хищники, из которого вы с вероятностью 100% получаете один из коллекционных танков. Стоит отметить, что в большинстве своем все эти коллекционки действительно стоящие каждая по-своему. У каждой есть какой-то свой уникальный геймплей, ну а кто-то просто хорошо сбалансирован. Но в то же время стоит отметить, что есть несколько танков, которые зайдут далеко не каждому танкисту. Но для начала, 121Б однозначно не порадует многих танкистов. На второе место по уровне, ну я бы сказал, ненужности в ангаре занимает ВЗ-111-5А. Нет, ну возможно, конечно, сравнивая данную машину с другими танками проходными, можно сказать, что ВЗ-ха довольно неплохая. Но если сравнивать с другими тяжелыми танками коллекционного типа на 10 уровне, то он круто пасет задних. Остальные же машины действительно интересны, некоторые из них обладают определенной уникальностью. И в целом, я больше чем уверен, что вы бы хотели заиметь себе десятку по адекватной цене. Ну и сразу переходим к ценнику. В отношении ценника здесь действительно все по-божески. 20 прокрутов обойдется вам в 23155 золотых. Ну давайте округлим до 25 косарей. Что вы получаете за 25 тысяч? Из 25 тысяч вы получаете себе десятку. Получаете себе некое количество контейнеров бомбических, из которых вы часть золота, скорее всего, вернете. Хотя бы там по 300-500 голды. Я думаю, что выпадет однозначно хотя бы из одного-двух контейнеров. Получаете шанс достать еще одну десятку из контейнеров высшей хищники. Стоит также отметить, что здесь еще есть легендарные внешние виды, что тоже может порадовать. Плюс бустеры и сертификаты на свободный опыт. Ну а кроме того, есть возможность открыть пускай 3, но все-таки мистических контейнеров. И вдруг вам повезет достать оттуда мистический сертификат. И не сильно много, а всего лишь 3 контейнера. Собери их все. Стоимость которых в магазине составляет 1500 голды. Заходи, бери в любой момент, когда тебе этого захочется. Понятное дело, положили всякую дешевую дребедушку по типу аниверованного отара, по типу 500 тысяч серебром. Ну и насыпали немножко свободного опыта и сертификатов X10. Также есть снеговик. Такое впечатление, что нас уже готовят к Новому году. И честно говоря, мне этот снеговик не сильно заходит. Пишите свое мнение по поводу данного обеса. Может быть под Новый год на пару дней его напялить и будет кстати. Ну а во все остальные дни года, мне как-то кажется, вообще не в тему. Короче говоря, 23 тысячи за какую-нибудь из вот этих вот десяток в составе вот этого вот всего набора, это вполне нормальная адекватная цена. Почему говорю так? Ну потому что если вдруг вы все-таки дойдете до конца и получите себе условно какого-нибудь Бадгера, или того же самого Чифтейна, или Клинка возьмете себе. Ну уж тем более Коро 45 тонн, то в целом, если бы на продаже находился набор за 23 тысячи золота, в состав которого входит все вот это, вот я бы говорил, что да, имеет смысл приобрести себе данный набор. Но только не факт, что вам выпадут именно те танки, о которых я говорил. В моем случае, как видели, все танки, которые есть в главной награде, у меня в ангаре присутствуют. И я в своем случае получу компенсацию в 7500 голды, если главную награду себе все-таки получу. Поэтому для меня лично, ну и для многих других игроков, у которых практически все машины, ну уж тем более все тачки, собраны уже в коллекции, крутить данную рулетку до конца, это по определению уйти в очень большой минус. И потратить огромное количество золота, просто под нефиг делать. Вы потеряете как минимум 1015 золота и получите взамен всякого рода бустеры, сертификаты свободного опыта. Ну, в общем, невыгодно обменяете свою голду. Но если у вас танков 10 уровня нет, или в коллекции находится хотя бы там 1, 2, 3 танка, то тогда шансы получения отсутствующие у вас десятки довольно-таки велики. В отношении шансов выпадения. Ну, как видите, здесь, в принципе, все как обычно. На удивление, снеговик занимает 0,29%. Это действительно, действительно очень сильно удивляет. Сертификат высших хищников 0,07. Что намекает на то, что вы заберете себе этот сертификат, ну, как можно ближе к последним прокрутам. Ну, и, соответственно, по как можно более высокой цене. Ну, что, ребят, давайте покрутим. Крутить буду у себя на основном аккаунте по одной простой причине. Потому что на твинках золото у меня уже закончилось. А пополнять его туда у меня нет ни возможности, ни определенного желания. Потому что лучше буду пополнять себе копилку на основном аккаунте. И, глядишь за это золото, снимая видео специально для вас. Параллельно с тем, получу что-нибудь интересное и для себя в коллекцию. Итак, собери их все. По моим сертификатам я не смогу собрать себе нужное количество сертификатов. А точнее, вот этих талисманов на золото. Ни из контейнеров собери их все. Ни из контейнеров мистических не дойдут до второго уровня. Да и вот этих вот бомбических контейнеров мне не хватать будет одного. Для того, чтобы опять-таки гарантом получить золото. Так что, в целом, в данной рулетке удешевить ее на какую-то сумму голды по средствам сбора талисманов у меня не выйдет однозначно. Контейнер бомбический выпадает. В целом, пока сыпет неплохо. Не дает дешманские награды. Сразу выдает что-то приятное. По талисманам, как я говорил, сейчас уже 6 из 10. А забрать я смогу только 3 этих контейнера, если прям все они мне выпадут. Вот тут что-то интересненькое. Вот. Вот это приятно. Ключ от запертого контейнера. Их я собираю на случай, если вдруг выйдет танк какой-то в контейнере, которого у меня нет. И тогда мои шансы достать этот танк гораздо выше. Талисман бомбический. Ну и давайте откроем мистический контейнер. Давай. Давай мистический сертификат. Мне... Нет. 50 тысяч серебром. Но это смешно. Это реально смешно. И отчасти даже обидно. 330 голды. Но... Нет. 2750 свободки. 465 золота. В целом, если у вас есть большое количество танков 10 уровня в коллекции, то я бы рекомендовал вам выставить определенный, так называемый, чекпоинт, далее которого вы не пойдете. Просто определитесь... Т-14 выпадает. Получаю компенсацию серебром. Понятное дело, что Т-14 у меня есть. Но слушайте, танк есть танк. И если вдруг у меня бы этого танка не было, то я за какую сумму голды получил бы его? Ну, грубо говоря, чуть более косаря. В целом, довольно неплохо. Гораздо дешевле, нежели его продают в магазине. Периодически, пускай даже в голом состоянии. 590 золота. Давай, родимая, подтверди всем скептикам, что у меня подкрученный аккаунт. Насыпь мне как можно круче. Я там уже от негативных комментариев как-то поотбиваюсь, но зато буду в окупе. Не дает, зараза. Не дает мне поднять голды. А нам не очень надо. Очень хотелось бы голдишки поднять. Хочу дойти хотя бы до контейнеров 10 уровня. То есть контейнеров высших хищников. Но понимаю, что это навряд ли у меня получится. Потому что контейнеры высшие хищники имеют в себе шанс выпадения на данный момент, грубо говоря, в 2%. С вероятностью в 50% я получу мистический контейнер. Ну а еще с вероятностью в 29% заберу себе иксы. Но иксы мне не нужны, потому что на данный момент я никого не качаю. Пишите, кстати, насколько вам помогают эти х10, х5, х3 в прокачке каких-то веток. Потому что мне кажется, что если у тебя стоит цель прокачать какую-то ветку, то они очень даже будут кстати. Ну а так, не знаю, честно говоря, насколько клево получать за такую сумму золота именно эти х10 в количестве всего лишь трех штучек. Мне кажется, что лучше 1000 голды потратить на что-нибудь другое и прокачаться просто без наличия этих х6. Мистический контейнер наконец-то выпадает, у которого был самый высокий шанс по выпадению. И здесь у нас большое ничего. Огромное просто. Два раза по 200 свободки. Это 400 и плюс 4000 свободного опыта. Просто чисто ганом. 1150. Что я получу? Я получу еще один мистический контейнер. Либо опять эти иксы. Здесь уже неприятно. Ну, давай, родненькая. Давай, родная моя. Снеговик, как я тебя рад видеть у себя в коллекции. Зачем он мне нужен? Мне и одного достаточно будет поставить его на танк, чтобы вас с Новым Годом поздравить. И дальше благополучно его оттуда снять. Ну, просто добавить новогодной тематики. Все. Вот так вот. Давайте теперь будем смотреть. Я потратил уже 6000 золота. 6000 золота. Это при том, что с сертификата я получу компенсацию 7,5. Так уж и быть. Делаю последний прокрут специально для вас. Вот чисто для того, чтобы показать, что с этого может получиться. И дальше, ребят, я останавливаюсь. Не вижу смысла дальше идти. Потому что даже если я получу... Великолепно взял иксы. Даже если я получу главную награду, То с нее компенсацию я получу в любом случае меньше, чем сумма золота, которую я уже потратил. Ну, а по моим шансам, как вы видите, я получу мистический контейнер, который однозначно не стоит той суммы, которую я потрачу на прокрут данной рулетки. С большей вероятностью, после того, как заберу мистический контейнер, возьму себе контейнер высших хищников. Но опять-таки, я не думаю, что этот контейнер высших хищников с вероятностью 5% предоставит мне что-то, что действительно меня порадует. Опять-таки, будет та же самая компенсация, которая будет меньше, чем стоимость всего, что я потратил в рулетке. В легендарные внешние виды меня мало интересуют, разве что на коро 45 тонн, но я не уверен, что выпадет именно он. В общем, ребят, все как обычно. Перед тем, как крутить рулетку, поставьте себе граничную сумму, ниже которой вы не готовы опускаться. И помните, гораздо лучше покупать себе танки, которые находятся непосредственно в самом магазине. Тогда вы точно понимаете, что вы купите и на чем конкретно вы будете кататься. А рулетка, в том числе, особенно, наверное, даже будет так правильно сказать, на всякого рода сертификаты, это вероятность получить какой-нибудь танк, не факт тот, который вас действительно интересует. Как у меня это произошло с Т-14 из контейнера, собери их все. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok